Убить миллиард коров и уволить миллионы людей, чтобы спасти землю. Статья Нария Новости за 14 декабря 2019 года. Сергей Савчук. На днях инвестиционная группа, куда входит инвестиционная компания с совокупным пакетом ценных бумаг в 86 трлн долларов, озвучила доклад, из которого следует, что человечество уже в двух шагах от бескарбонового будущего, но есть пара нюансов. P.R.I. отметим, это не просто союз инвесторов, это объединение, которое организации объединенных наций регулярно используют для проведения тех или иных исследований, а результаты изыскания озвучиваются с главной трибуны ООН. В докладе говорится, что на фоне изменения климата, растущего общественного внимания к данной проблеме и стремительно дешевеющих, экологически чистых источников энергии, компании, выбрасывающие в атмосферу наибольшее количество парниковых газов, не смогут вести свой бизнес, как прежде. В категорию «убийц экологии» попал целый ряд направлений промышленности. Привычно отмечены предприятия, занятые добычей и переработкой углеводородного топлива, а компанию им составили крупные сельскохозяйственные холдинги и автоконцерны. Аграрии виноваты в том, что выращивают скот, чье мировое поголовье только в сегменте крупной рогатой превышает полтора миллиарда голов. Ничего не подозревающие буренки создают естественными выхлопами 18% всех парниковых газов. Больше, чем все самолеты, автомобили и прочий транспорт вместе взятые. При производстве всех типов сельскохозяйственных удобрений, разведении скота, забои, обработке и последующей транспортировке мясных продуктов, генерируется еще 9% двуокиси углерода. Но и это не все. По мнению специалистов из... Минутку. Рогатая поголовье производит порядка сотни других газов, включая треть мирового метана, нагревающего атмосферу в 20 тысяч раз быстрее двуокиси углерода и две трети суммарного объема аммиака. Не меньше виноваты и производители автотранспорта. Для производства машин массово используется уголь, нефть и газ, как в качестве источников энергии, так и продуктов их переработки. При этом, как свидетельствует западная статистика, каждый сожженный вашей машиной литр бензина – это около 3 кг различных парниковых газов, попавших в атмосферу. В результате добычи каждого литра нефти, ее переработки и последующего превращения в бензин или дизель вырабатывается еще 2 кг. Только в Соединенных Штатах, стране с наибольшим количеством автомобилей на душу населения, все виды транспорта отвечают за треть всех выбросов. Свою ложку дегтя добавляет и добывающая промышленность. В той же Америке, как первой экономике мира, на долю различных видов ископаемого топлива приходится следующее количество выбросов. Уголь – 24%, природный газ – 31%, нефтепродукты – 45%. Последний пункт не случайен. Штаты активно добывают так называемую трудноизвлекаемую нефть из битуминозных песков и малопроницаемых пластов, от чего затраты энергии растут в геометрической прогрессии. Так вот, по мнению борцов за экологию и условное детство Греты Тунберг, человечество должно еще вчера было отказаться от массовой добычи углеводородов, резко уменьшить общее поголовье скота и в разы сократить производство автомобилей с ДВС. Взамен 7 миллиардам человек, немалая часть которых живет в местах с не самым благоприятным климатом, либо ужинает не каждый вечер, предлагается перейти на овощную диету, биотопливо на основе спирта и электрокары. В конце своего доклада P.R.I. озвучивает убийственный для транснационального бизнеса прогноз. Если мировые правительства продолжат закручивать зеленые гайки, капитализация компаний из указанных отраслей производства уже к 2025 году может рухнуть на 2,3 трлн долларов. Предприятия угольного сектора потеряют порядка 44% своей стоимости, а их нефтегазовые коллеги 31%. И тут встает вопрос, кто будет закрывать растущую пропасть потребления, потому как спрос на углеводородное топливо стабильно растет и достигнет исторического максимума в районе 2028-2030 годов. Предсказать последствия нынешнего зеленого курса несложно. Массовое банкротство профильных компаний, сокращение рабочих мест, рост цен на энергоносители и всевозможные категории товаров. От фарша до моторных масел. Теперь учтем фон. На этой неделе, на 25-й конференции ООН об изменении климата в Мадриде, генеральный секретарь организации Антонио Гутерриш заявил, что человечество подошло к критической черте. Все прогрессивные страны, по мнению Генсека, должны либо твердо встать на путь отказа от ископаемого топлива, в первую очередь угля, и ежегодно снижать выбросы парниковых газов в атмосферу, либо принять на себя всю полноту ответственности за убийство планеты. Параллельно бушует человек года по версии Таймгрета Тунберг, требующий от Канады и Норвегии свернуть добычу нефти и газа. Возможно, к некоторому ужасу тех, кто еще вчера просто хотел убрать с рынка энергоносителей угольщиков и потирал руки в предвкушении передела мирового рынка ресурсов. Доклад P.R.I. – это запоздалая реакция мирового бизнеса на изменение глобальной конъюнктуры энергетики. Как показала практика, охота на ведьм – занятие весьма увлекательное. И те, кого на это дело подрядили за хорошие деньги под гарантией полной безнаказанности, быстро входят во вкус и продолжают травлю даже после того, как первоначально назначенные враги отправлены на свалку истории. А потому нас ждет дальнейшее противостояние защитников детства и крупного бизнеса. Однажды выпущенного джина очень сложно загнать обратно в лампу. Сергей Савчук. Убить миллиард коров и уволить миллионы людей, чтобы спасти Землю.